приветствую всех друзья легендарная команда самоцветы победила с разгромным счетом в крупнейшем супер турнире ли чес мега а вот такой вот у нас успех стоит отметить что на пятом месте крипто чес тоже обычно один из лидеров но в этот раз не повезло на пятом месте откатились но и седьмое восьмое место майами чес и базар вокзал молодцы вошли десятку и друзья у нас обзоры интересных партий белыми играл сергей жигалка черными завин андрей асян звезда армянских шахмат и не только 17 лет он стал чемпионом мира среди юношей до 20 лет то есть колоссальный успех и жигалка применяет ход c3 то есть неприятная схема называемый аллапин против хода c5 то есть хотим играть какую-то сицилианку любимые схемы но а белые против d6 удар по центру белый получает пешечный центр си подвижный причем g6 все пока стандартно слон g4 связка галка в ответ тоже связывает размен размен а6 иначе где-то угрожал ход и 5 поэтому желание черных развязаться вполне логично но при этом белые опередили черных в развитии ну и совсем забыл отметить друзья что вначале партии оба соперника взяли берсерк конечно хочется смотреть это полноценные шахматы но контроль плюс желание соперников играть быстрые шахматы в итоге мы видим по полторы минуты у каждого соперника до конца партии без добавления это конечно снижает немного уровень игры он d5 взятие черные остались без пешки короткая рокировка и 6 видимо не точный ход все-таки пешка в будущем может оказаться слабостью и черные могут ее выиграть ну данной редакции отыграть потому что мы сейчас без одной пешки ладья c1 борьба за линию c f4 напали на слона слон отступает и вот здесь слишком рано видимо ход f3 но желание ослабить белого короля вполне очевидно взять а ладья отправляется где-то по маршруту ладья b5 и потом куда-то на королевский фланг поближе к белому монарху все логично слона 5 убрали ферзя слон c3 видимо сильная неточность потому что ну смотрите друзья ладья должна играть по линии c а теперь стоит слог и ладья не играет ладья b5 ладья f5 пешка f3 атаковано на ход слон е1 следует ход d5 и наступление ферзя ладья f3 что-то компьютеру не нравится видимо здесь была какая-то победа ну простой ход слон d4 допустим забрали пешку а пешка f3 никуда от нас и так не денется но тем не менее по-человечески ладья f3 не так уж и плох оценки он существенно не меняет на ход ладья c3 слон уже d4 следует и после хода ладья c2 ферзь b8 то есть теперь мы уже хотим где-то пристать снова к королевскому флангу ферзь a6 ферзь слишком далеко друзья удаляется от белого короля и расплата наступает немедленно взятие на h2 ферзь d3 видно что над белым королем собрались тучи король фактически голый одна пешка прикрывает вроде бы тут фигура рядом да пока по пункту f2 ударов пока еще мало но тем не менее видно что поле h1 под контролем здесь допустим сильно было сыграть и ферзь e5 и ладья e4 как было в партии и серьезные проблемы у белого короля дергей жигалка здесь уже не выдержал признал себя побежденным и партия закончилась в пользу черных действительно чтобы хоть как-то продлить сопротивление нужно отдать ферзя ну и после взятия на d4 сказывается конечно слабость в первую очередь белого короля то есть вроде бы какая-то компенсация есть виде двух фигур но при этом даже простой ход e3 и у белых серьезные проблемы так как бы друзья в любом случае партия бы закончилась в пользу черных давайте друзья посмотрим вторую партию павел бикетов главный администратор команды один из сильнейших глицоров команды самоцветы и якутская давайте посмотрим что же произошло в партии в этой партии у павла достаточно серьезный соперник уровень 2 600 павел играет c6 играет d6 и начинает развлекаться дебютом эльшада g5 смело слон встает на большую диагональ большая обычно играет и на королевском на ферзьем фланге и при случае черный готовы еще продавить все-таки по центру по большой диагонали h4 белый сразу бросается в атаку можно было и ходом g4 на самом деле попытаться отбросить коня подальше из центра под выглядел вполне логично но взятие на h4 и как-то конь стремится теперь на поле f5 черный играет кони в 6 поле f5 взято под контроль после ферзь е2 b5 раз по то что я вам говорил черный готовы играть на двух флангах конечно дебют плане классических построений не годится но с другой стороны я уже не раз отмечал что для блица все годится и можно в принципе поиграть классику конечно такое явно не рекомендую опять длинная рокировка конь g4 с идеей получить преимущество двух слонов разменявшись на и 3 пони в 5 размен взятие на и 3 2 слона получено но при этом король у черных остается в центре и в будущем может попасть под удары раз вот е4 сразу же вскрываем центральной линии напротив черного короля они в 6 развиваемся все-таки делаем длинную рокировку но при этом король серьезно ослаблен конь d5 перекрываем хотя бы слона и так целых три фигуры друзья посматривают уже в сторону черного короля и кажется что партия вот-вот закончится в пользу белых конь d5 шаг король b8 хорошо что в этой ситуации ничего решающего пока не находится со стороны белых ну и опять же я забыл сказать что белые взяли берсерк то есть возложили на себя большую ответственность нужно играть и точно и быстро чтобы попытаться победить в этой партии были хотя бы не проиграть то есть времени тут уже у белых мало 38 секунд против двух минут и 15 секунд перс b6 слон f6 прикрыли лишний раз на и 7 ладья d6 сдвоились по линии d где-то еще конь c3 нужно считаться с такими трюками напали на пешку и все но есть ход они в 4 и выясняется что белые зевнули буквально все они зевает не только качество все таки под боем и ладья и слон наш 5 так еще и пешка на d4 теряется и начинается у белых серьезные проблемы можем еще опору из-под коня c5 выбить на взятие конь e2 забрали на d4 конь под боем после хода конь e6 ну можно было здесь играть все таких ладья d2 убрать из-под боя видимо но ладья d6 тоже ход хороший и давление по большой диагонали угрожает мат перс бьет b2 c3 забрали взяли и нас еще пешка b при случае проходная на ход ладья d1 просто ферзь c3 взять теперь ладью на d6 у белых нет времени ввиду промежуточного хода ферзь c1 это мат просто на ладья f1 повторили позицию сыграли ферзь b4 и после хода слон c2 просто пешка пошла вперед соперник имея всего лишь 4 секунды сделал ход ладья f3 и после ответного ладья a6 сдался потому что перс потерян правда можно было еще и дать интересный шаг мат но как говорится если в мата не видишь забирай ферзя и победа тоже друзья будет наша вот так вот нас играл павел достаточно мощно обыграл соперника в метель шпиле все-таки перехитрил и соперник подставившись под вилку быстро проиграл и друзья третья партия у нас белыми играет александрит основатель президент и бессменный капитан команды александр викторович кравченко конечно на него возложены большие обязательства нужно заниматься организационными вопросами но все таки успел сыграть несколько партий поучаствовать в общем зачете и так d4 соперник играет и 6 концы 3 е4 перестановка ходов друзья у нас получается французская защита после хода слон е7 е5 белая забивает пешечный клин захватывает пространство мешает черным развивать фигуры этот ход конь d7 и h4 у нас друзья получается гамбит олехина шатара а6 напали на слона взятие и f4 занимаем пешками центр g6 конь ф3 h4 h5 с идеей разрушить пешечное прикрытие на ход c5 то есть черный ищет контур игру конечно взятие на g6 слон d3 к пешке g6 пристали на ход ферзь f7 интересный прыжок конь g5 тут единственный шанс со стороны черных заключался в ходе ферзь бьет и в 4 а вот после пассивного хода ферзь g6 белые пробивают ферзь g4 то есть нападает на пешку g6 выясняется что коня брать опасно последовало бы взятие взятие на и6 и допустим конь d5 угрожает мат если от мата защититься то можно подъесть материалы и постепенно задавить тут фигуры не играют стоят по восьмому ряду но в партии на ферзь g4 пони f8 прикрывают черные длинная рокировка и после хода c4 еще один коварный удар так вот один конь уже стоит под ударом так можно еще и бросить второго на взятие пони f6 и без ферзя как было в партии то есть просто черные остались без ферзя ну и стоит отметить друзья что если коня на d5 забрать то просто ферзь c8 можно отвести слона на e2 но если взять уже коня здесь то забрали на b7 забрали на h8 и после ферзь b8 с лишним качеством еще интересный вариант был он заключался в ходе король d8 попытаться уйти из-под вилки да так вот король d8 сыграть но просто ферзь h4 и теперь угрожает тоже где-то отскоки ну материал подъезд тоже не получается можно всегда забрать наш 8 все под боем а если забрать допустим на d5 просто двойной шаг шаг еще отдаем коня просто мат с поля e8 но если королем бежать куда-то на c6 то мат друзья пешкой b3 и взятие мат вот так вот все друзья могло закончиться но в партии все просто выигрыш ферзя и позиция у белых просто выиграна вот такое друзья у нас сегодня обзор обязательно ссылки будут в описании поздравляю еще раз всех с победой поздравляю болельщиков игроков всем спасибо конечно друзья за участие ждем вас на следующий турнир всем добра и хорошего настроения